Здравствуйте, братья и сестры, уважаемые подписчики библейского интернет-портала xget.ru! Сегодня мы с вами поговорим о таком движении, как пятьдесятники, неопятьдесятники и харизматическое движение. Есть небольшая разница между всеми этими направлениями в той или иной мере, но, тем не менее, их объединяет всех одна доктрина – это ложное понимание о крещении Святым Духом. Прежде чем говорить о втором, о ложном понимании крещения Святым Духом, необходимо рассмотреть историю этого движения. Мы как-то уже говорили в одной из встреч, она называлась, насколько я помню, неопротестантизм в Америке, когда возникали различные религиозные движения, которые перекочевали туда из Европы. И одно из таких движений, мы кратко этого коснулись, но, читая иногда ваши комментарии, я вижу, что есть такая просьба рассказать подробнее о этом движении. И действительно, эта просьба неосновательна, потому что последователей харизматического движения, пятьдесятников, пятьдесятников, в общей сложности насчитывается достаточно большое количество, больше всех, но у протестантов, именно это миллионы и миллионы их последователей. Итак, как началось все это движение? В Америке, штат Канзас, город Топика, Чарльз Пархом, в канун 1901 года, он организовал такое исследование, как он говорил, Библии, и они начали читать Библию самостоятельно, естественно, как и все протестанты, не прибегая к историческому толкованию, игнорируя прецедент, то, что до них толковали 19 веков, и начали читать Библию и задаваться себе таким вопросом, почему в древние времена были там чудеса и знамени, а сейчас их нет, и пришли к такому выводу, что не хватает одного очень важного фактора, у них это рукоположение, а в принципе, они были на правильном пути, если бы кто-то в тот момент им подказал, что они действительно обнаружили правильный путь, что необходима апостольская преемственность, которая передается через рукоположение, как мы помним апостола Павла, Второй посланник Тимофея 1.6 сказано, что возгревай дар Божий, пишет апостол Павел своему преемнику, епископу Тимофею, возгревай дар Божий, который в тебе через моё рукоположение Сам же апостол это принял от встречи со Христом Духа Святаго и от крестившего и рукоположившего его апостола Анане из семидесяти Апостолов, об этом подробно описывается в девятой главе книги Деяния апостолов Но они решили по-своему этот вопрос рассмотреть и сказали, надо кому-то на кого-то возложить руки Ну кому такая честь предоставится? Ну, конечно же, Чарльзу Пархому И Чарльз Пархом возлагает руки на одну из студенток этого колледжа, где это он всё организовал в городе Топика И она начала трястись, как-то взмахивать руками вверх, и из неё полились нечленораздельные звуки И они вдруг решили, что вот это как раз и есть то самое, о чём сказано в книге Деяния апостолов Что вот это вот излился якобы дух святой на неё А жена Пархома, как описывается в их истории, Пятидесятнического движения Увидела, что так произошло с этой юной особой И она то ли по ревности, то ли по какой-то другой причине сказала, ну на меня тоже надо возложить руки И тоже она началась трястись И это как-то охватило всё тогда собрание, которое там было около пятисот человек Это движение начало распространяться, заинтересовало многих людей из других различных динаминаций, которые были там Там и методисты, и баптисты, и адвентисты, и другие люди, которые принадлежали к разным конфессиям Они стали приходить и смотреть на это необычное, уникальное явление Я бы на их месте, конечно, почитал дальше священное писание Где у апостола Иоанна Богослова, первое ему послание, четвёртой главы, с первого стиха Есть предупреждение, сказано «Не всякому духу верьте, но испытываете духов, от Бога ли они?» И далее апостол любви Иоанн Богослов продолжает Потому что много лжепророков появилось в мире То есть, надо испытывать, от Бога или нет Но они решили никак это не проверять, непрецедентом, как я уже сказал, святого предания Что до них говорили, что до них писали Целое огромнейшее наследие христианства, комментарии священного писания, которые есть в церкви Итак, далее у него был такой ученик, которого звали Смит Вильфсворт Он начал это проповедовать в своей методистской общине Но его оттуда изгнали И он создал своё движение Где он выдвинул такой лозунг, что все люди одержимы бесом И нужно бесов изгонять И в прямом смысле слова он бил людей в живот То есть, колотил людей в живот Я же не знаю, с какой там силой Но многие источники об этом пишут Якобы этим самым говоря о том, что так вот он изгоняет бесов Потом интересно, что по их понятию Я, конечно, извиняюсь за это выражение Благодать святого духа Он передавал, когда плевал человеку в лицо Он считал, что так человек может принять и заговорить Если человек не получалось заговорить с духом святым Абракадаброй, нечленораздельными звуками Которые не считали, что это как критерий крещения святым духом И он плевал в лицо И я думаю, что после такого действия не так еще загласишь И человек начинал там что-то такое бормотать Отмахиваться, руками махать Но на самом деле есть такая практика в шаманизме Когда шаман при своем камлане Он тоже произносит нечленораздельные звуки Но если есть какой-нибудь претендент на шаманизм Мы знаем, что есть там тоже такое понятие Можно сказать, как преемственность То шаман должен плюнуть не в лицо, а в рот И этим считается другому преемнику Что он ему передал какие-то такие магические способности Далее это движение развивалось Очень многие миссионеры Тогда баптистские, методистские Приезжали туда посмотреть на это явление Они заражались этим духом И тоже начинали трястись Некоторые падали на пол Другие произносили вот эти нечленораздельные звуки И считалось, что они таким образом Это как бы критерий того, что человек крестился святым духом Или признак того, что человек крестился якобы святым духом Такое эмоциональное Когда человек вводит себя в состояние Такой ненормальности, некой экзальтации Следующая потом эта волна Они это все разнесли по разным общинам Были страшные расколы Это эмоциональное движение такое истерическое Оно выводило из разных тогда и баптистских, методистских Тех общин, которые были и в Америке, и по всему миру Приходил, например, баптистский пастор У него была там община человек 300 Он приходит, у него 2-3 человека сидит То есть приходили харизматы Активно проповедовали вот это лжехаризматическое Крещение святым духом И на таких эмоциях уводили людей из общин Они этим занимались не только тогда Мы увидим, что и до сегодняшнего дня Потом это движение пошло на спад Вообще многие специалисты рассматривают это движение Как три волны новопятьдесятничества Оно пошло на спад Почему? Причина Потому что люди вырастали Там в основном наполняли эти группы молодежь Люди вырастали И им надоедали эти капустники И какие-то непонятные, как сегодня говорят, тусовки И им хотелось более глубокого изучения священного писания Нежели прыгать, скакать под рок-музыку Которая используется в харизматических сектах И они уходили в более традиционные конфессии Для их там западного мира Но вот первая волна угасла Люди выросли Началась волна вторая Вторая волна в 60-х годах Такое харизматическое движение Которое тогда возглавил Дэвид Деплеси Его звали, он был известен под именем Мистер Пятидесятница И Дэвид Деплеси утверждал, что получил повеление от Господа Проповедовать Пятидесятничество и возрождение Внимание, возрождение Святого Духа В его понимании в традиционных церквях И якобы он получил это откровение Он его всячески декларировал В каких? В католической, в престорианской, в епископально-англиканской В лютеранской и так далее И вот с ним пообщался один священник-епископал Денис Бенет И он также подхватил этого духа И начал говорить этими языками И начал проповедовать это в своей общине Он был священник-епископал И его пригласили на телевидение в прямой эфир И в прямом эфире он воздел руки И начал голосить на этих голосолалиях на языках И многие люди прелестились этим Начали искать, что это за такое явление непонятное В 1964 году Дэвид Деплеси был приглашен Руководствами католической церкви Участвовать во Втором Ватиканском соборе Где имел возможность проповедовать Харизматическое возрождение Собравшимся И в 1966 году харизматическое возрождение Стало реальным фактором В Римно-католической церкви Студенты и профессора Римно-католики Университета Дьюк в Питтбурге Стали проводить молитвенные собрания С протестантами, харизматиками Через какое-то время заговорили Также этими языками И вот спустя пять лет В США уже насчитывалось 500 Это официальное название 500 Римно-католических харизматических молитвенных групп В 1968 году Дэвид Деплеси участвовал в генеральной ассамблее Всемирного совета церквей в городе Упсала В Швеции Город Упсала Это вообще на самом деле Отдельная история И здесь нужно сказать о том Что самая активная харизматическая Новопятидесятническая секта Которая есть в России Это секта новое поколение Слово жизни Слово жизни и новое поколение Известно, что Алексей Ледяев Который был лидером И который является лидером Этой секты нового поколения Он фигурный, он грант Уже давно Это никак не связано с СВО Лет, наверное, 8 Еще где-то в 2012-2014 году Он фигурный, он грант Известно, что новопоколенцы Его последователи Они, в общем-то, принимали активное участие Активное участие на Майдане Также известно, что последователем Этой секты Слово жизни был И сегодня это вот у всех на слуху Это Никола Пашанян Действительно, есть фотографии в интернете Где он активно общается Бегает с этими людьми И известно, что он приглашал Не одного проповедника Десяток проповедника Из Упсалы Проповедников Слова жизни Надо сказать Я как-то уже, наверное, по-моему Об этом говорил Что у меня есть вот такая работа Небольшая Она называется Помоги заблудшему Она есть на сайте Азбука Веры Там она носит название Секта новое поколение Когда-то в 2008 году Узнав из средств массовой информации Что существует в центре реабилитации Пришел один человек Из слова жизни Из нового поколения Из этой харизматической секты Он там Он там Руководил Одним из направлений Миссионерского движения Которое есть внутри И Принес Ну, самое, конечно Было важное Что он сам пришел Но с собой он еще и принес Так называемые документы Внутреннего пользования То есть, по которым Готовят эмиссаров Людей Для якобы Проповеди Евангелия И возрождения В так называемых Традиционных церквях Это примерно Где-то более 200 страниц Где-то около 250 страниц Которые попали ко мне Я их проанализировал И сделал Вот такую небольшую работу На 100 страницах Я хотел бы несколько слов Всего лишь несколько слов Зачитать о том Чтобы было понятно Что это движение Оно Мало Мало Чем В общем-то Можно его назвать В полном смысле Религиозным В общем-то Это движение С политическим И очень серьезным окрасом Вот смотрите Я буду Просто Приведу цитаты Которые есть В этом внутреннем пособии В пособии Для внутреннего пользования Для подготовки Вот этих эмиссаров Так называемых Миссионеров Которые шли По всему миру Вот что сказано Вот например на 45 странице Каждая птица Находит свою Породу Своему стаю Если выбрал свою стаю Тогда выполняй законы Этой стаи Определись В каком ты роде Войск Дальше Апостолы Это все цитаты Апостолы Это агрессивные люди Апостольское служение Это вторжение На территорию государства Мы творим Мы творим не только то Что людям нравится А то Что нравится В нашем понимании Богу Конец цитаты Приложение Страница 45 46 Дальше Ну тут видно Что это Политические В общем-то Прожекты Практически невозможно Перевести тут их В богословскую плоскость Потому что Многие кто читал Какие-то мои работы Вы знаете Что я Не увлекаюсь Ни политикой Особого Так чтобы Для меня всегда Интересно богословие Но я здесь Делаю В своей работе Даже ремарку Что подобные Политические прожекты Практически невозможно Перевести в богословскую плоскость Так как все Пропитано Политическими идеями Вот например Дальше сказано Цитата Апостольское служение Это всегда Скандал в народе Мы не просто Орем А разбиваем скалы И тогда В духовном мире Нечто происходит И он о себе Говорит Ледяев Я кувалда Божия Ну вот Еще Несколько Пожалуйста Цитата Также Из этого пособия Господь любит Делать государственные Перевороты Это цитата Дословная Цитата Дословная Цитата Он любит Менять власть Богу нужды Не маленькие вещи А все В государстве И в моей жизни Бог Не успокоится Пока не приведет Приговор В исполнение Это Божья Справедливость Пожалуйста Вот так То есть Мы видим Что Здесь Религии И как Какими-то Вопросами Такого Религиозного Характера В общем-то И Мало Мало Их Заметно Если Вернуться К истории То Вот В 1900 Как я уже Сказал В 1968 Году Дэвид Деплеси Участвовал В Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей В городе Упсалы И его Пламенная Проповедь Обращенная К делегатам Вызгла Как сказано Отклик В его Многих Сердцах И в 1975 Году В Риме Прошел Второй Международный Конгресс Это дословное Название Это не моя Водымка Я взял Из источников Конгресс Он так и Назывался Католическо Харизматического Движения Обновления На него Собрались Не просто Какие-то Люди С улицы А послушайте Кто Более Тысячи Рима Католиков И мессу В соборе Святого Петра Совершил Кардинал Зюнес Это же Исторические Факты Выкинуть Нельзя Вместе С 750 Священниками И 12 Епископами Можно представить Какое-то Было Действо Столько Епископов Священников Это Действительно Событие Вошло В историю И оно Называется В документах Как Первое Харизматическое Богослужение В соборе Святого Петра Поэтому К тому Времени Уже К ним Обратился И Папа Римский С приветственным Словом Словом Своего Благословения Не знаю Приветствия К тому Времени Более Чем В 50 Странах Мира Насчитывалось 3,5 Тысячи Римокатолических Харизматических Молитвенных Групп Они так И назывались Римокатолические Харизматические Молитвенные Группы То есть Мы видим Что Харизматам Удалось Не только Удалось Проникнуть А в общем-то Они себя Чувствуют Достаточно Комфортно Внутри Римокатолицизма Потому что Дэвид Деплеси Поставил Себе Тогда Задачу Проникнуть Именно В традиционные Конфессии Как Об этом Вот Кстати Там Еще Есть У меня Цитаты Говорит Нам Нужно Взорвать Традиции И церкви Изнутри Это Религиозная Как-то Он там Пишет Религиозная Докосность Она Всем Мешает Нужно Ее Срочно Реформировать Но Мы Помним Что Всякая Реформация Приводит К революции И В общем-то Эти Прожекты Несколько Цитат Которые Засчитал Они К особых Комментариях Не Нуждаются И вот Тогда Более Чем В 50 Странах Представьте Себе Насчитывались Эти молитвенные Ремкатолические Харизматические Группы Где Волосили На этих Языках Это Было Уже Примерно Где-то Более Полумиллиона Последователей Харизматического Движения Однако Вторая Волна Вот Как Многие Источники Исследователи Об этом Пишут На спад Опять Люди Выросли Надоело Это Все Прыганье Беганье Скаканье Эмоциональные Всплески И Вернулись К более Традиционным Конфессиям Более Глубокого Исследования Священного Писания И тогда Появляется Третья Волна В 1980 Годах И Цель Третьей Волны Была Примерно Та же Но С Увеличением С Продолжением Скажем Они Сказали Что Нужно Проникнуть Не только В традиционные Конфессии Причем Восточную Церковь То есть Православные Тоже Включили В этот Список Что Надо Проникнуть Но Надо Проникнуть Еще И Пятьдесятнические Так называемые Пятьдесятнические Движения Которые Направления Которые Были у нас В России И они Не настолько Эмоциональные Вульгарные Как Эти Пятьдесятники Харизматы То есть Если Так Сказать По-простому Одни Которые Тихо Это такие Классические Люди У них Нет Таких Эмоциональных Слишком Всплесков Но Все Они Считают Что Крещенственным Духом Это Говорение На Иных Языках Об Этому Еще Поговорим И Рассмотрим Соответствовать Библейскому Пониманию Этого Вопроса Итак Поднимается Третья Волна Так Называемого Пауэр Эвенджелизма И Возглавил Третью Волну Умбер Он Был Квакером Квакеры Это Такая Секта Которая Возникла В середине 17 века В Англии Где Священное Писание Читалось Так Человек Открывал Библию Пальцем Тыкал Что Прочитал Что Первое На ум Пришло Это Будет Действительно Толкованием Правильным А что Потом Какие-то Измышления Надо Отбросить Первое Эмоциональное Понимание Будет Правильным И Квакеры Садились В кружок Читали Зачитывали Текст Долго Молчали Потом Кому Что На ум Придет Там Приглушали Свет Кому На ум Что Придет Они Говорили Вот Это Истинное Откровение Меня Посетил К К сожалению Я От своих Миссионеров Своей Миссионерской Школы Которая Есть Онлайн Миссионерская Школа В Москве В этом Году 71 Человек У нас Учатся В школе И Я Услышал От них Когда Они Посещали Разные Кружки Библейские Что В некоторых Московских Храмах По Подобной Методике Проводят Свои Такие Я бы Назвал Изучения Священного Писания Спектакли И Когда Этот Человек Привел Несколько Цитат Из Святителя Анна Златоуста Цитату Григория Богослова Святителя То Его Чуть Не На Смех Подняли И Сказали Кто Такой Они Жили Давно В 4 Веке Эти Комментарии Устарели Это Все равно Сказать Что Дух Святой Устарел Вообще Надо Сказать Что Во всех Сектах Я Как Преподатель Сектоведни Занимаюсь С 2005 Года Именно Преподаванием А так С 1995 Года Исследованием Всех Этих Процессов Скажу Что Везде Есть Хула На Дух Святого Она И здесь И в других В рациональных Сектах В оккультных Везде Она Есть О ней Сказано Не проститься Ни в этом Веке Ни в будущем Есть На чем Задуматься Итак Ведущей Фигуры Западного Христианства Так Называем Стал Джоэн Умбер Он Вышел Из Квакерской Секты И В общем-то Умбер Создал Целое Направление Которое Так Назваем Церковь Виноградник Христианского Общения И Его Последователь Умбера Его Таким Основным Лозунгом Стало Знамение И Чудеса Знамение И Чудеса Его Секта Распространилась Виноградник Международного Служения В странах Англии Шотландии Ирландии Швейцарии Германии И Он проводил Разные Семинары Которые Назывались Расцеление Служения Рост Общины Пауэр Эвенжелизм И Полновластная Молитва И так далее И вот Он проводил Разные Конференции И было Множество Его последователей Один Из таких Последователей Это Юнг Мортон Кесли И вот Которые были ранее крещены Психокинез Исцеление Наблюдались В жизни Многих Религиозных Лидеров Как он Писал Почти у всех Христианских Святых Здесь всегда В харизматических Сектах Всегда есть Мимикрия Под традиционные Различные Конфессии И Они Таким образом Проникают Да Вот Что еще Я завершу Эту цитату Просто сейчас Хотел бы сказать О том Что На современном Этапе Очень много Они предлагают Социальных Проектов Совместно С различными Конфессиями Даже С баптистами Может быть Тут даже Баптистов Предупредить И с адвентистами Совместный Социальный Проект Что плохое И православные Предлагали Такие социальные Проекты Скажу вам Что есть Несколько Циркуляров Которые Я лично Держал в руках По крайней мере Шесть Таких Циркуляров Это Владыки Петербургского Владыки Новосибирского Владыки Пантелимона Который У нас Который В Москве Отвечает За Социальное Служение И где Все они Предупреждают Об опасности А некоторые Прямо Напрямую Запрещают Проводить Всякие Социальные Программы С харизматическими Пятидесятническими Сектами Направлениями Меньше себя Конечно Сектами Не называют Они приходят Иногда Просто говорят Мы общественная Организация Такая-то Такая Возрождение Жизни Например Милосердие Еще какая И вот Поэтому Нужно Я думаю Что Очень Хорошо Сначала Прежде чем Примять решение Посмотреть Кто Их Предлагает Поэтому Так И вот Кесли Пишет Изновидение Телепатия И это Говорит Был почти Во всех Христианских Святых Это тот же Род Смотрите Он пишет Тот же Род Силы Духа Которым Обладал И сам Иисус Христос Иисус Был Могучным Человеком Пишет Он Он был Сильнее Всех Шаманов Мои Студенты Читают Начинают Понимать Значение Иисуса Лучше Когда Читают Книги Шаманизм Мерче Или АД И Путешествие В Исклан Карлса Кастанеды И смотрите Как заключает Это В точности Тот же Род Псисилы То есть Сверхъестественной Силой Которой Обладал И сам Иисус Христос Вот Так Я думаю Что Опять Здесь Комментариев Не нужно Поэтому Эта волна Действительно Она Продолжалась И Она Захлестнула Многие Традиционные Конфессии И скажу Что Православная Русско-Православная Церковь Также Не обладает Абсолютным Иммунитетом Печально Известные Проникновения Под Предлогом Таким Хорошим Предлогом Возродить Миссионерское Служение В церкви Так называемый Альфа-курс Когда Мы помним Евгений Перестой Евгений Перестой Он Евгумен Да Якобы Вот эти Программы Они способны Как-то Возродить Внутри Церковное Миссионерское Служение Но Мы увидели Что это Ничто иное Было И тогда Уже Там Ну В течение Года Где-то Разбирались И Мы увидели Что На самом деле Эти программы Никак не подходят Это на самом деле Ничто иное Как Вот Именно Ангажирование Всех Этих Сектантских Программ Проникновение Тот Цель Которой Ставили Харизматические Лидеры В Русскую Православную Церковь Там Дошло До того Тогда В 2003 И 2005 Году Отец Олег Стеняев Я Там И еще Некоторые Помощники Из Молодежного Отдела Они Помогли Распространить Информацию Там И на Дисках И различные Листовки Книга Даже Есть Она Называется Альфа Курс Путь В никуда Где Действительно Было Разъяснение О том Что Ничего Общего С православием Конечно Не имеет И что Самое печальное Что 102 Человека Они Заразились Это Православные Люди Молодежь Заразились Этим Духом И когда Мы пришли К священноначалию В чистый Переулок Спросили Что делать То Нас попросили Чтобы они Дали какие-то Письменные Такие Заявления Что там Было И они Все говорили Что все Они молились С людьми Других Конфессий С баптистами С хризматами И с католиками И с прочими И Причащались Вместе с ними И даже Перечащались В алтаре Некоторых Мирян То есть Створилось Такое Непотребство И тогда Было сказано Священноначальям Что этих людей Надо присоединять К церкви Это был Конечно Такой Казус То есть Люди в церкви Их нужно было Присоединять К церкви Получилось Такое Отпадение Поэтому Нужно Всегда Помнить Слова С которых Я сегодня Начал Что Не всякому Духу Верьте Но Испытивайте Духов От Бога Леонид В Россию Также Проникло Это движение Их звали И Трисунами Причем Такое им дали Прозвище Не Православные А штундисты Тогда В Крыму Да Есть Несколько Направлений Шмидтовцы Вранаевцы Смородинцы Леонтьевцы Мурашковцы Мурашковцы Как вы понимаете В СССР Целое движение Которое Сегодня Существует В России Это Так называемо РосХВЕ Российская Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской Возглавляет Его Лидером Является В кавычках Епископ Сергей Риховский Почему я говорю В кавычках Мне сложно Сказать Кто его Возвел В епископы Часто Мы его Можем Видеть Иногда На экране Даже И телевизора Он отвечает Якобы За все Эти направления А этих направлений Достаточно много В том числе О котором я уже сказал Слово жизни Да Которое вышло Новое поколение Живая вода Новая жизнь Живой родник Дерево веры Роса Церковь завета Церковь прославления Церковь благодать Церковь любви Христа Живая вера И так далее Специалисты Многие насчитывают Около 300 Разных названий Под которыми В общем-то Представляют себя Именно харизматические И неохаризматические Секты Что касается Ну вот это то Что можно сказать Об истории Этого направления Что касается Заблуждения В вопросе Говорения на иных языках Где Говорится о том Что якобы Это крещение Святым Духом Где Впервые В Священном Писании Мы встречаем Что апостолы Заговорили на Как мы знаем Иностранных языках Как Дух Давал им провещевать То есть проповедовать Впервые Это событие Мы встречаем В день Пятидесятницы Когда Господь Как мы помним Избрал себе Учеников Сказал Не отлучайтесь Из Иерусалима Деяния апостолов Первого глава Но получите Дух Из Святаго И как он и обещал Что пошлю вам Дух Святаго Который наставит вас На всякую истину Напомню все Что я говорил вам Но прежде чем Коснуться библейских текстов Рассмотрим кратко Контекст того Кому направлено Было в основном Послание И где проявилось В какой именно Из общин Которую Основал апостол Павел Проявилось Вот это вот явление Голосолалия И эти тексты Содержатся в Священном Писании На которые сегодня Опираются последователи Харизматических Пятидесятических Направлений Это город Коринф Первое Второе Послание Коринфянам Там апостол Павел Говорит о языках Как мы увидим Ангельских Но посмотрим Насколько они Ангельские И также Первое Коринфянам Четырнадцатая Глава Говорит Что человек Может тайно Говорить Духом с Богом Это Коринфянам Четырнадцать два Но прежде чем Перейти к этим Текстам И сделать их Экзогетический Анализ Мы с вами Рассмотрим Краткую историю Почему Именно Апостол Павел Обращается К Коринфской Церкви Что такое Был город Коринф Город Коринф Это Такой Он находился На перешейке Между Игейским И Ионическими Морями Перешейка Составляла Шесть километров Сегодня Там Есть Такой Канал Коринфский Канал Тогда Его не было И там Была Железная Дорога Прообраз Железной Дороги Это было Очень удобно Одни корабли Подходили С одной стороны Другие С другой И не надо Было Ждать Там Ветра Или Что-то Когда Там С одного Море В другое Перекочевать Может Там Было Оплывать А здесь Товар Люди Часто Ждали В городе Коринфе Товар И можно Было Быстро Перевести Из Одного Товар Другой Подождали Там Люди Находились По месяце По два И по три То есть Город Коринф Был Таким Городом Миграции Где Была Активная Торговля И поэтому Всякий Человек Который Жил В городе Коринфе Он Знал От Восьми И более Иностранных Языков Ну Для чего Чтобы Заключить Сделку Да Какой Товар Свежий Какой Товар Придет То есть Закупить Все Что Нужно Погрузить На Свой Корабль Перевести По этой Парапортате По Железной Дороги И Плыть Восвояси И вот Действительно Город Большой Миграции Для апостола Павла Этот город Конечно Представлял Очень Выгодное Миссионерское Такое Стратегическое Значение Потому Что Апостол Павел Помнил Слова Спасителя Идите Научите Все народ Даже До края Земли И вот Этот город Богатый Естественно Торговый Знает Языки И в этом Городе Апостол Павел Начал Проповедовать И там Возникло Вот это Вот Явление Что это За явление Люди Естественное Знание Языков Стали Выдавать За то Что Якобы Вот И они Тоже Да Приняли Ту благодать На некоторых Действительно Сходил Дух Святой И они Действительно Говорили Иностранными Языками Чтобы Проповедовать Но Другие Город Торговли Город Соперничества Мы Понимаем Да Другие Говорили Но мы Тоже Не Лыком Шит И нам Вот Тоже И Приходили В свое Собрание Одно Предложение Говорили На парфианском Третье Предложение На латынском Четвертое Предложение На египетском Там Жители Жить Там Наречия Жителями Сапатами И прочее Получилась Какая-то Абракадабра И поэтому Когда апостол Павел Обращается К этим Церквям Он Именно Дает Это Наставление Что Дар Святого Духа Должен Служить На пользу Другому Человеку А не Ради Того Чтобы Похвастаться Похвалиться То Что Ты Его Получил Но Рассмотрим Внимательно Библейские Тексты Которые Говорят О Этих Событиях В том Числе Итак Я уже Сказал Что Господь Наш Иисус Христос Говорит Своим Апостолам Чтобы Они Находились И Не Отлучались Из Иерусалима Пожалуйста Деяния Апостола Первая Глава Восьмой Стих Но Вы Примете Силу Когда Сойдет На Вас Дух Святый И Будете Мне Свидетелями То Мы Видим Зачем Дух Святой Дается Даже Отсюда Из Этого Текста Будете Мне Свидетелями Чтобы Свидетельствовать А Не Ловить Экстазы И Вводить В Экзальтированное Состояние И Подчиняться По сути Бесам Будете Мне Свидетелями В Иерусалиме И В Иудее И Самарии И даже До края Земли И Они Остаются Здесь Перечисляются Именно Двенадцати Апостолов Потому что Иуда Отпал Потом Дальше Рассказывается Событие О том Что Был Избран Вместо Иуды Матфий Чтобы Пополнить Число Апостолов И Далее Сказано Что Во второй Главе При наступлении Дня Пятидесятницы Все они Были Единодушны Вместе Внезапно Сделался Шум С неба Как бы Отнесущий Сильного Ветра И Наполнил Весь Дом Где Они Находились Явились Им Разделяющие Языки Пожалуйста Как бы Огненные Почили По одному На каждом Из них Исполнились Все Духа Святаго Иначе Говорить На иных Языках Видите Даже Само Слово Здесь Не надо Особо Переводить Начали Говорить На иных Языках Иные Языки Это Языки Иностранные Поэтому Так Даже Оконцовка Этого Стиха Звучит Смотрите Как Дух Давал Им Провещевать Что Значит Провещевать Проповедовать То есть Языки Даются Им Как Дух Давал Им Провещевать Далее В Иерусалиме Находились Иудеи Люди Набожные Сякого Народа Под небесами Когда Сделался Этот шум Собрался Народ Пришел Смятение Ибо Каждый Слышал Их Говорящего Наречием Что Они Слышали Абракадабру Нет Они Слышали Что Каждый Говорил Наречием В котором Они Родились И дальше Для более Точного Понимания Этого Вопроса Евангелис Лука Деописатель Он Говорит На каких Языках Они Заговорили И Все Изумлялись И дивились Чем Национальность Ее видно Из какой Национальности Люди Можно Так Определить И тогда Это было очевидно И тогда Даже Люди Национальностей Да как Впрочем И сегодня Носили Особые Одежды То есть Можно Было Понять Откуда С какой Местности Этот человек И поэтому Они Удивлялись Что Слышали Свои Языки Иностранные Языки С которыми Они Обратились С проповедью Евангелия К этим Язычникам Которые Собрались Тогда На День Пятьдесятницы Потому что В Иерусалим Приходили Все А почему Язычники Приходили Ну На всякий случай Языческое Сознание Какое Лишь бы Что-нибудь Помогло Чтобы лучше Жить Крепче Спать И лучше Спокойно Поплотнее Поесть Чтобы Все было В порядке Как же Мы слышим Каждое Собственное Наречие В котором Родились И далее Причисляется Какое Парфиане Медяне Елламиты Жители Месопотами Иудеи Каппадоки Понта Асии Фриги Памфилия Египта Частей Ливии Приезжащих Кирине Пришедшие Из Рима Иудеи Паразелиты Видите Причисляется Целая Плеяда Языков И одиннадцатый Стих Критяне Ирвитяне Слышим Их Что они Слышали Нашими Языками Нашими Языками Какими Перечисленными Иностранными Языками Как же Мы слышим Их Нашими Языками Говорящих О Великих Делах Божьих Понимали Они Что было Сказано Конечно Они говорят О Великих Делах Божьих Они Люди Другой Национальности Чисто Без акцента Говорят На наших Языках Как это Это может Быть Вот это И было Знамение Вот это И было Удивительно Для людей Казалось Бы Вопрос В общем-то Разрешен И все Здесь Понятно В чем Вообще Проблема Какая Абракадабра О чем Там Говорят Что Они Там Произносят Нечеленно Раздельные Звуки И трясутся Все Было Понятно Если Не Был Первый Коринфян 14 Глава Второй Стих Но Прежде Чем Подойти К этому Стиху Первого Послания Апостола Павла Коринфян Предысторию Я уже Рассказал Необходимо Начинать Читать Не С 14 Главы А С 12 И Взять Так Называем По правилам Экзегезы Расширенный Контекст Расширенный Контекст Пожалуйста 12 Глава Здесь Апостол Мы знаем Что Библия Священное Писание На главы Стихи Это Более Позднее Деление Тогда Был Сплошной Текст И Поэтому Тема Даров И Даров Святого Духа Апостол Павел Начинает Не с 14 Не с 13 А именно С 12 Главы И Мы Заметим Что Апостол Павел Между прочим Очень аккуратно Старается Исправить Их Чтобы Они Правильно Понимали Для чего Дан Тот Или Дар Почему Потому Что Апостол Павел Основал Эту Общину А Все Что Мы Основали Что Прибедено Нами Трудами Нам Всегда Это Дорого Правильно А что Нам Досталось Просто Так Мы С Не хочу Оставить Вас Братьев Неведение И О Дарах Духовных Знаете Что Когда Вы Были Язычниками То Ходили К Безвластным Идолам Как Кто Б Вел Вас Сказываю Вам Что Никто Говорящий Духом Божиим Не Приносит Анафем На Иисуса И Дарь 4 Стих Он Говорит Дары Различны Дары Различны Дары Духа Но Дух Один Тот Тот Зачем Дух Для Служения А Не Для Альфа Курса Их Последователи Они Ездили На Какие То Викенды Святого Духа Так Они Называли Говорит Дух Святой Меня Торкнул Это Лучше Всякого Наркотика Дух Святой Дается Не Для Этого Для Служения В этом Пишет Апостол Павел Дары Различны Дух Один И Тот И Служения Различны Вот Для Чего Дается Дух Святой Для Служения Богу Ближнему И Служения Различны А Господь Один И Тот Же Действия Различны А Бог Один И Тот Же Произволяющие Все Во Всем Но Каждому Дается Провление Духа На Пользу Какая Самая Высшая Польза Для Православного И Вообще Для Христианина Это Служение Человеку Нет Больше Любви Кто Душу Свою Положит За Друга Своего Жертвенная Любовь Которая Не Просто Рассказана А Которая Нам Явлена На Кресте В Самом Образе Спасителя Господа Иисуса Христа И Дальше Он Говорит Одному Дается Духом Слово Мудрости Другому Слово Знания Тем же Духом Вера Тем же Духом Дары Исцеления Тем же Духом Иному Чудотворения Иному Пророчества Иному Развлечения Духов Иному Разные Языки Заметьте В Священном Писании Там Евангелист Лука Говорил О том Что Иные Языки Здесь Разные В Священном Писании Есть Три Понятия Языках Иные Разные И Новые Просто Это Запомним Потом Я скажу Зачем Это Нужно Мы Видим Что Здесь Говорят Одному Духу Исцеления Вера Чудотворения Иному Пророчества Но Когда Он Говорит О разных Языках Он Разные Языки Ставит На Последнее Место Дар Разных Языков То есть Иностранных Языков Он Ставит На Последнее Место Если Это Было Очень Важно Это Было Самое Главное В Жизни Христианина Наверное Он Поставил На Первое Место Нет Я Снова Повторю Он Очень Аккуратно Начинает Общение С ними Чтобы Их Исправить А не Чтобы Наказать Смотрите Дальше В конце Это Он Делать Не Случайно В конце Мы Увидим То же Самое В конце Этой Главы 12 Главы С 26 Стиха Посему Страдает Ли Говорит Один Страдают Все С ним И далее Говорит И вы Тело Христова То есть Церковь Тело Христова А порознь Члены Иных Бог Поставил Смотрите Во-первых Апостолами Во-вторых Пророками В-третьих Учителями Далее Иным Дал Силы Чудодейственные Также Дары Исцеления Вспоможения Управления Разные Языки Куда Поставил Разные Языки На последнее Место И далее Говорит Все ли Апостолы Все ли Пророки Все ли Учители Все ли Чудотворцы Все ли Дары Исцеления Все ли Ссылаются 50 И говорят Вот мы говорим Это ангельские Языки Слушайте Кто зайдет Или посмотрит Видео Если это Ангельские Языки То я не знаю Кто я Тогда Сложно Придумать Поэтому Смотрите Как пишет Апостол Павел Он здесь Возвеличивает На самом деле Любовь И не говорит Ни о каком Не утверждает Никакие Ангельские Языки Такое Вырвано Из контекста Так очень Грубо 13 глава Апостол пишет Если я говорю Языками Человеческими Если имею Дары Пророчества И знаю Все тайны И имею Все познания И всю веру Так что могу И горы переставлять А не имея Любви То я ничто Если я отдам Все имение Мое Отдам Тело Мое Насажение Любви Не имею Нет мне В том Никакой Пользы Разве Здесь говорится Каких-то Необходимости Говорений На Ангельских Языках Нет Здесь Звучит Возвышенная Форма Прославления Любви Апостол Павел Говорит Если я говорю Языками Человеческими И ангельскими А любви Не имею Мять Звенящий Кивал Звучающий Если я отдам Даже тело Мое Имение И тело Насажение Но не имею Самого Главного Любви Нет мне В этих Делах Никакой Пользы Здесь наоборот Зачит Убрек Что вы так Возвозитесь И возносите Свои Вот эти Знания Иностранных Языков А тем более Своё естественное Знание Иностранных Языков Выдаёте За сверхъестественных Его очень аккуратно Укоряет И этот укор Я вам скажу Аккуратно Будет виден Ярко В 14 главе Которые мы С вами подошли Итак Апостол Здесь дальше пишет 14 глава С 1 стиха Достигайте любви Ревнуйте о дарах Духовных Особенно о том Чтобы пророчествовать Вот слово Пророчествовать И проповедовать Это одно и то же слово Провещевать Пророчество Проповедовать Можно перевести Как проповедь Потому что Пророчества Тогда уже прекращались В апостольской церкви И далее Ибо кто говорит Заметьте Здесь сказано На незнакомом языке Видите Незнакомый Стоит курсивом Помните Я вам сказал Что важно Помнить Есть разные Новые И какие И какие языки Разные Новые И иные А вот Незнакомый Стоит курсивом Это значит Переводчики Просто поставили По смыслу И здесь много Это вот В 4 стихе Незнакомые И далее И далее То есть По смыслу По сути Будет звучать так В оригинале Ибо кто говорит На языке Тот говорит Не людям А Богу Потому что Никто не понимает Его Он тайно Говорит Духом Вот иногда Показывают На это И говорят Вот Тайно Говорит Духом Снова повторю Что в коринфянской Церкви Иностранные Языки Выдавали Естественно Знания Иностранных Языков Выдавали Коринфян По своему Неофитству За то Что на них Якоб Дух Святой Сошел Они считали Что вот Это признак Что значит Говорит На языке Тайны Духом Бога И никто Его не понимает Но если Сейчас к нам Студию Зайдет Например Если мы не знаем Китайского Китайца Или Японского Японица Будет молиться И говорить Нам что-нибудь О Боге На иностранном языке Мы его поймем Нет Нужен быть переводчик Точно И здесь Апостол Павел Говорит Если Соберетесь Вы двое Трое И все начнут Говорить на языках То как Люди скажут Зайдет к вам Простолюдин То есть Человек Непонимающий Как он скажет Аминь Поэтому Апостол так и говорит И я говорю на языках Почитайте все 14 главу Больше всех Он говорит Я тоже знаю Иностранные языки Действительно Апостол Павел Их знал Возможно И дар у него Мы не встречаем Это Но был А на Пресвятую Богородицу Разве не сходил Дух Святой Сходил Говорил На иностранных языках Нет Не говорил На других Апостолов Все ли апостолы Говорили Не все Тому Кому Бог давал Как разный дар Кому Бог видит Что он необходим Для служения людям Чтобы Как проповедовать Идти даже до края земли Если вы не знаете языка Поэтому этот язык Был Язык Иностранный Поэтому апостол Павел 14 главе Здесь мы далее читаем Если он говорит Если инструменты Соберутся И все будет То есть То что происходило Тогда в Коринфе Что мы видим И сегодня У современных Хризманских Начинают говорить Бубнить Стоит такой гул Да И он говорит Апостол Павел Если всех посадить И все начнут Разные партии Играть на инструментах Только Что это будет Будет хаос Поэтому так Но Очень часто Когда При встрече Они показывают Текст Который Содержится В Евангелии от Марка О новых языках И спрашивают А вы говорите Новыми языками Это Евангелие от Марка 16 последняя глава Насколько я помню 17-й стих Сейчас уточним Да 17-й 17-й стих Сказано Уверовавшие же будут Сопровождать Сей знамени Ими моим Будут изгонять бесов Будут говорить Новыми языками Они говорят Вот видите Языки новые Давайте почитаем С 12-го стиха Любят вырвать И выдать что-то за свое С 12-го Это же глава 16-й Глава с 12-го После сего Сказано Явился им В образе Двум Которые шли По дороге В селение То есть Это Луцея Клеопия И наконец 14-й стих Явился самим 11-ти Когда это 11-ти Мы с вами говорили Деяния апостолов До избрания 12-го Матфея То есть Христос является Учеником Когда До своего вознесения Так Так Это событие Более подробно Прочитали Записано В Деянии апостолов Явился 11-ти 11-ти И упрекал их За неверие В жестокосердие И сказал им Идите по всему миру Проповедуйте Евангелие Всей твари Кто будет веровать И креститься Спасен будет Кто не будет веровать Осужден будет Уверушек будут Сопровождать Все из знамени И внимаем Будут изгонять бесов Будут говорить Новыми языками Так Так Когда Спаситель говорит Это своим ученикам До своего вознесения Или после До Случилось это событие Случилось Мы его прочитали Произошло это событие Прочитали в Евангелии В Деянии апостолов Заговорили они Новыми языками Заговорили Какие это были Новые языки Иностранные А для кого они были Новые Для апостолов Потому что Апостолы Их не знали Надо внимательно Читать Когда Христос В хронологическом Смысле Это слово В временном Когда Христос Говорит эти слова Он не говорит Это не является После своего вознесения В каком-то видении Когда они уже получили Дар Говорить На странных языках И говорит Что еще Какие-то вам будут Даны языки От которых вы будете Получать Не благодать А экстаз Святого Духа Или какие-то там Экзальтирные состояния Ничего подобного Мы не видим Спаситель Говорит Это до своего вознесения Это событие состоялось Более подробно Его описывает Евангелист Лука Деяния апостолов Что они получили Дух Святого Потому что он является Одиннадцати А не двенадцати И говорит Это до своего вознесения Это событие состоялось В Ангелии с Лука Описывает Апостолы Получили Благодать Святого Духа И говорили На иностранных языках Но Коринфская церковь Мы видим Апостол Павел В Коринфской церкви Что Они неправильно Понимали Да То Для чего Дается Дар Святого Духа Поэтому Поэтому Всегда Хочется так Предупредить Снова и снова Теми словами С которых я начал И сегодня Если Да Испытываете Духов От Бога ли они Не всякому Дети Пишет апостол Глава 8 стих Пишет Если даже Ангел с неба Прилетит И будет вам Говорить не то Что мы вам говорили Да будет анафема Мы видим Что апостол Павел Не церемонится И говорит Будет проклят Тот человек Почему Потому что Об этом говорил Сам Спаситель Горе тому Кто соблазнит Одного из малых сих Поэтому Есть над чем задуматься И понимаю Что Конечно интересно Приходить Там попрыгать Ввести себя в какое-то состояние Но нужно сказать Что вот этот интерес Он очень опасен То есть Человек Вводит себя В общем-то Входит В общение С Духами Бесовскими И Дьявол Здесь Просто На самом деле Радуется Хлопает в ладоши Что под предлогом Божественной благодати Он Ввел человека И вывел человека На путь погибели Поэтому Снова и снова Повторю Будем испытывать Духов От Бога ли Они Аминь Спаси Христос Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры 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 Субтитры